Следующие активности, которые мы должны предпринять после того, как мы совершили открытие ретроспективы, это активности по сбору информации. С чем же мы будем работать, откуда мы будем брать материал для улучшения. Вы должны, наверное, были заметить, что в активностях по открытию уже производился некий сбор информации. Это нормально. Большинство активностей так или иначе являются комбинированные, которые захватывают разные зоны ретроспективы. Но есть некие реактивности, которые, в принципе, предназначены для того, чтобы именно собирать и анализировать информацию. Активности для сбора данных делятся, как правило, на две части. Одна из них – это, собственно, сбор данных фактов, какого-то негатива или позитивных моментов. А вторая – это приоритизация собранных фактов и выявление именно тех, с которыми стоит работать. Очевидно, что у нас есть ограничения по времени. Мы проводим ретроспективу раз в спринт. Это две-три недели. И важно решать именно те проблемы, которые самые главные и которые можно успеть за спринт. Для этого мы как раз и производим приоритизацию выявленных нами проблем. Итак, активности по сбору данных. Первый вариант самый, как бы, с одной стороны, наглядный и простой, и гибкий для скроммастера, но требующий некоторой сноровки. Это метафоры. Мы можем изобразить процесс работы команды в виде какой-то метафоры. Например, воздушный шар, либо гоночная машина, либо там какая-то яхта или тоже гоночный какой-то катер. И скроммастер на всем протяжении ретроспективы пользуется этой метафорой на всех ее этапах и выявляет, что же, например, вот тот же самый воздушный шар поднимает вверх к небесам и позволяет нам двигаться вперед, а что же, как мешки с песком, тянет наоборот его вниз и мешает ему. Аналогично мы можем поговорить про гоночный автомобиль, что его разгоняет, что его тормозит, ну и про гоночный катер в том числе. Соответственно, этот вариант сбора информации является довольно гибким. Мы можем добавлять на вот флипчарт или вайтборд, где мы нарисовали эту метафору, какие-то дополнительные новые элементы. Например, чаще всего на ретроспективе обсуждаются новые какие-то проблемы или временного характера. Но мы все знаем, что бывают некие проблемы, которые присутствуют постоянно. Скроммайстер может нарисовать, например, на метафоре воздушного шара какую-то гору и сказать, вот это элемент ландшафта, мы с этим живем. Воздушный шар может наткнуться на эту гору. И давайте подумаем, как мы можем жить с этим элементом ландшафта и лететь на воздушном шаре. Как мы можем либо избежать столкновений с этой горой, либо нивелировать последствия возможного столкновения. И вообще, что из себя представляют вот эти постоянные проблемы, которые мы изобразили в виде горы. Народ начинает накидывать эти проблемы. И дальше есть возможность обсудить, как мы живем в условиях такого вот ландшафта. Соответственно, метафоры, штука очень гибкая, очень интересная. И она позволяет разнообразить ретроспективу. И каждый раз предъявлять какую-то новую метафору. И таким образом вовлекать эмоционально людей. Не давать им заснуть. И давать им возможность каждый раз, может, в какой-то степени эмоционально отдохнуть. И поучаствовать более творчески в этом процессе. Есть еще ряд активностей для сбора информации. Я кратко по ним пройдусь. Они, в принципе, близко к классической методике. Собрать плюсы, собрать минусы и выбрать решение этих минусов. Вот одна из них это активность, work it well, kinder work it, didn't work. Это просто ранжируем мы факты, которые собрали, по трем категориям. Что-то, что работает хорошо, и это надо оставить. Что-то, что работает плюс-минус хорошо, но желательно какие-то улучшения. И что-то, что не работает. Соответственно, собирая и ранжируем факты таким образом, мы получаем необходимый материал для того, чтобы понять, куда нам надо фокусироваться. Еще один вариант это calm, keep, add, more и less. То есть keep, то, что работает хорошо, и надо оставить. More, это то, что работает и что надо усиливать, улучшать. Less, это то, что нужно, наоборот, нивелировать, уменьшать или, может быть, устранять. А add, это некая зона, в которую мы добавляем новые идеи, и дальше их ранжируем в одну из этих трех категорий, которые я назвал раньше. Для ретроспективы проекта очень полезно проводить анализ по матрице запланировано-сделано. Как это проводится? По итогам проекта мы можем нарисовать на флипчарте или вайтборде две оси. Одна оси – это запланировано или не запланировано, а вторая ось – это сделано, не сделано. И дальше мы путем опроса выявляем, какие факты из выявленных нами попадают в какой квадрант. И тут появляется очень интересное поле для анализа. Например, квадрант запланировано и сделано – это то, чем команда может гордиться. Это наш результат. Квадрант запланировано, но не сделано – это наши проблемы. Это то, что надо анализировать и понять, что нам помешало сделать то, что мы взяли на себя в качестве обязательств. Квадрант сделано, но не запланировано. Это очень интересный квадрант, потому что в нем могут лежать как раз-таки причины того, почему мы не выполнили некоторые взятые на себя обязательства. Ну, пример такого рода проблемы сделано, но не запланировано. Например, проект-онер в процессе работы набрашивал какие-то новые задачи, которые не были запланированы, но мы их в итоге сделали, потому что проект-онер продавил нас. Или возникли какие-то задачи инфраструктурного характера, которые мы изначально не планировали, но пришлось их делать. Работа с сервером, настройкой, деплоймента, еще какие-то вещи. И анализируя вот этот квадрант, можно понять, что мы упускаем из виду, и таким образом, улучшить свою работу таким образом, чтобы в следующем проекте эти проблемы нас уже больше не волновали, и мы с большей уверенностью брали на себя обязательства и были уверены, что мы их выполнили. Квадрант не было запланировано и не было сделано, это ограничение нашего проекта. Это бывает важно, когда продукт-онер, к примеру, начинает говорить, а почему не было сделано вот это вот? И команда может вполне сказать, подожди, это было наше ограничение, мы туда и не залезали. Мы и не планировали это сделать. Не надо сейчас обсуждать то, что не входило в наши обязательства. Бывает полезно эти ограничения визуализировать в виде этого квадранта. Значит, после того, как мы собрали информацию и поняли, какие проблемы у нас существуют и с чем надо работать, мы должны выделить приоритетность этих проблем и отранжировать их по этим приоритетам. Самая распространенная активность для аранжирования – это dot-voting. Когда мы выписываем список проблем, даем каждому человеку по маркеру и говорим «Поставь напротив проблемы, которые тебя интересуют, двух-трех проблем, не больше, точечку, чтобы мы видели, за какие проблемы народ больше всего голосует». Альтернатива такому методу – поставить плюсы и минусы. То есть, каждому дается по 2-3 плюса, 2-3 минуса и просим напротив проблем поставить либо плюс, либо минус. Можно отдать за одну проблему максимум плюсов или максимум минусов. Потом плюсы на минусы уничтожаются и те проблемы, у которых остается максимальное количество плюсов, берутся в работу. Можно также нарисовать некую линию от совсем уже минус бесконечности до плюс бесконечности, на которой разложить проблемы, которые мы отранжировали. Таким образом выбрать те, с которыми надо начать работать. Продолжение следует...